Неочередная аттестация чиновников началась 23 марта. Первыми на вопросы комиссии отвечали сотрудники центральной администрации. По итогам проверки двое сотрудников мэрии были уволены, троим предложено пройти переаттестацию. Так называемый экзамен профпригодности принимает комиссия, в составе которой мэр курорта и его заместители. База правовая для этого существует уникальная. Но как вы этим пользуетесь, мы как раз посмотрим. Поэтому наряду со знанием правовых актов мы будем в том числе задавать вопросы, как вы этим пользуетесь. В должностных обязанностях есть строчка о том, что вы несете ответственность за санитарное состояние, благоустройство тех улиц, которые за вами закреплены. Это принципиально. Основная задача проверки – повысить квалификацию сотрудников и выявить недобросовестных работников. Кроме того, такое тестирование позволит при необходимости перераспределить обязанности отделов, оптимизировать структуру и штатную численность администраций. Критерии аттестации следующие – это знание нормативно-правовых актов, исполнение своих должностных обязанностей, четкая регламентация работы и планирование работы работников. То есть, по этим критериям аттестационная комиссия дает оценку деятельности муниципального служащего. Аттестацию пройдут 804 муниципальных служащих. 354 уже доказали свою профпригодность. 150 специалистам рекомендовано повысить свою квалификацию. А 50 человек в течение месяца обязаны пройти повторную аттестацию. В основном это работники сферы ЖКХ, потребительского рынка и ответственные за содержание и благоустройство территорий. Как отметил мэр Анатолий Пахомов, основная задача чиновников – это качественное оказание услуг населению, и это должно стать первостепенным в их работе. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.